всем привет рада видеть вас на канале колыбель искусства с вами мирослава и сегодня мастер класс видео урок я начну с объявления очередного розыгрыша конкурса а он будет очень интересным мы делали с вами вот такую шкатулку да кто смотрел помнит и я решила поделиться с вами заготовками чтобы у вас тоже была возможность создать свою интересную вещицу для дома для себя для подарка как вам угодно но не только заготовку будем разыгрывать еще три краски акриловых серую зеленую и мой любимый золотой куда без него поэтому прекрасный розыгрыш интереснейший конкурс очень необходимый в работе активно принимайте участие не забывайте оставлять комментарии лайки чем больше комментариев тем больше шанс у вас выиграть этот замечательный приз и также необходимо быть подписанным на канал колыбель искусства не ленитесь и этот великолепный набор обязательно кажется у вас дома так непосредственно к сегодняшнему видео уроку я хочу изменить внешний вид своего горшка для цветов в принципе цвет меня устраивает мне не нравится исполнение я хочу немножко его приобрели немножко хорошо его преобразить для этого понадобится непосредственно горшок для цветов или кашпо что у вас есть силиконовый молд структурные пасты акриловые краски и меловые общем полный перечень как всегда вы найдете ниже под видео в самом начале уже чем-то он покрыт до что-то какое-то напыление сделано поэтому я немножко собью лоск для этого возьму средней жесткости наждачную бумагу и пройдусь по поверхности у вас нет задачи прям все снять да все это покрытие нет просто должны появиться должен сбиться верхний слой этот глянцевый и шероховатость такая небольшая должна появиться на поверхности для лучшего сцепления прошла сняла да вы видите он стал матовым стала поверхность матовая возьму сейчас влажную салфетку уберу всю пыль и естественно обезжирить необходимо это может быть жидкость для мытья стекол любой любая спиртно содержащая жидкость что у вас есть под рукой так поверхность подготовлена к нанесению грунта грунт наносим обязательно потому что они непонятно да что здесь и как здесь было нанесено до этого поэтому грунтуем на всякий случай поверхность обезжиренной полностью готова к дальнейшим работам что я буду делать я буду сейчас наносить грунт грунт буду наносить обычный универсальный так как у меня будет структурная паста еще по верху идти да если вы будете использовать только краску без структурной пасты а у вас уже что-то нанесено и вы не знаете что здесь внизу лучше использовать блокирующий грунт чтобы у вас поверх краски потом не вылезли ненужные моменты не проявились и не испортили вам финишную работу универсальный грунт влажная кисточка или губка как вам угодно и наносим на поверхность растягивайте грунт хорошо по поверхности не оставляйте грубых отпечатков от кисточки до или от губки следов кисточки не должно быть чем аккуратнее вы нанесете тем легче вам будет работать тем красивее у вас будет выглядеть работа ваша так грунт нанесен сейчас я первый слой высушу и покрою второй раз том месте где я буду клеить докупажную карту так грунт высох и я сейчас пройдусь мелко зернистая наждачная бумага именно там где я буду клеить докупажную карту где у меня дважды нанесен вот грунт видно да просто немножко сделаю ее более ровную и также поступлю с тарелочкой все убираю пыль и приступаю к дальнейшей работе на этом этапе я приклею докупажную карту здесь все как обычно увлажняем выбрали рисунок вырезали мотив рисунок нанесли водичку хорошо увлажнили клей для декупажа прям пальчиками пригладить и сверху еще раз пройдусь клеем от середины края всегда старайтесь это делать хорошенько придавливая проходите склеим все убираем сторонку пускай высыхает а тем временем я покрою серединку тарелочки золотой краской кисточка влажная напоминаю должна быть все тоже убираю в сторонку еще покрою наверное несколько раз потому что золотая краска она такая полупрозрачная не плотная мне надо прям плотный золотой цвет на поверхность поэтому буду периодически процессе работы ее покрывать еще краской что я сделала я покрыла лаком карту обязательно защищайте всегда свой рисунок лаком это очень важно покрыла еще раз тарелку внутри и покрыла вот эту кайму в середине горшка тоже золотой краской я ее также как тарелку буду покрывать два-три раза золотой краской ну чтобы она красиво выглядела земля да когда цветок высаживаете не под самый край все-таки остается такая мана тоже должна быть красивой следующий этап что делаем беру пасту рельефную очень хорошая паста очень удобно ею работать для этих работ вообще вот особенно на стекле на фарфоре на каких-то таких тонких деликатных до поверхностях очень хороша и просто наношу на первом этапе наношу ее на поверхность вот проглаживая растягивая ее толстым слоем наносить не нужно она вот прям любит если ее растянуть хорошенько захожу на картинку не боюсь потому что у меня здесь еще будет объемная рамка вот так вот разглаживая так я нанесла да вот первый слой нанесла сейчас я возьму вот такая сетка у меня есть не знаю с чего-то из какие-то хлопковых ниток она сделана покрыта чем-то золотым но это вообще не принципиально чем грубее она у вас будет тем лучше может быть вы где-то найдете такую искусственно эти как резиновые такие были коврики тоже очень замечательно подходит и что я делаю я сейчас надеюсь всем хорошо видно на всяком случае постараюсь чтобы вы хорошо увидели что получается отрежу ли мне не надо эти нахлёсты да на поверхности поэтому я постараюсь сейчас так хорошо и беру и вот таким образом старайтесь аккуратно растягивать пасту не вам не нужны и равномерно ее наносить чтобы у вас не был да с одной стороны более грубый такой момент с другой гладенько аккуратно и равномерно по всей поверхности не торопитесь аккуратно в принципе даже можно оставить не убирать ее да если она вас тонкая я прям впиталась можно не убирать если вы очень аккуратно нанесли его потом еще покройте красками лаками на совершенно спокойно будет жить на поверхности ничего не случится но я уберу я хочу чуть другой эффект и поэтому аккуратно вот здесь торопиться не на прям постепенно потихонечку вы стягивайте очень-очень аккуратно пальчиком здесь все помогите где у вас поднялось слишком слегка помогите пальцем все красота посмотрите какой красивый эффект получается я надеюсь всем видно здесь тепли поднялось аккуратно просто нежно нежно так пальцем подправьте но мы будем еще заглаживать конечно после полного высыхания наждачная бумага но тем не менее это не повредит это даже поможет вот аккуратно прижали так здесь нанесли да видите красивый и необходимо конечно его оставить в покое до полного высыхания домашних условиях повторяю что касается структурных паст рельефных паст объемных паст неважно грунтов различных это все надо хорошо сушить спокойно не торопясь вот грунт я порекомендовала оставить на сутки чтобы прямо это все хорошо углекло улеглась пропиталась и потом можно спокойно работать не волноваться что у вас что-то отвалится в процессе треснет разорвется испортит вам весь внешний вид поэтому оставляем набираемся терпение и ждем пока будет высыхать я сделаю то же самое с донышком и сделаю с обратной стороной тарелочки точно такая такую же историю с сеткой и с рельефной пастой пока структурная паста высыхает не буду терять времени и сделаю объемный объемную рамку с помощью силиконового молда и сама затвердевающейся глины это уже делали здесь тоже нет ничего нового необычного красивая рамка готова структурная паста высохла и сейчас я возьму наждачную бумагу мелкозернистый средне зернистую но она у меня уже поработавшая пожившая совсем мелкую такую которую мы шлифуем лак не надо чуть-чуть пожестче что-то такое средненькая и аккуратно пройдемся так все поверхность гладкая приятная сейчас я уберу всю пыль весь мусор и приступаем к нанесению краски покрываю краской беру золотую краску влажную кисточку сначала я пройдусь по рамке мне надо самое главное ее покрыть хорошо там где она будет прилегать карте чтобы не испачкать можно принципе вытереть но все-таки лучше если есть возможность лучше это сделать до того как будет клеится карте краска полупрозрачная поэтому я буду покрывать дважды первый слой я нанесу просушу его хорошо и потом покрою вторым слоем так сушим сушим первый слой прежде чем покрывать второй раз краской я приклею рамку к поверхности объемную рамку клей ПВА строительный использую для этого ну вот сейчас можно покрывать вторым слоем краски конечно дома оставляем пока объемные элементы хорошо не высохнут на поверхности не станут совсем совсем твердым поверхность дважды покрыта краской хорошо высохла сейчас я покрою лаком лака надо немного совсем слегка просто вот создать такую защитную пленочку на поверхности такими движениями главное следите потому что пористая такая скажем да поверхность рыхлая и могут оставаться потеки вот самое главное чтобы их убрать у вас не оставались ни капли не потому что с этой поверхности еще сложнее убрать чем с ровной все хорошо хорошо естественно необходимо хорошо высушить лак высох и сейчас я беру меловую краску вы можете использовать акриловую в принципе значение не имеет она у меня глубоко серая такая в черный прямо глубоко глубоко серый красивый цвет сейчас ее немного на мне не нужно густая этих целей тарелка даже немножко добавлю водички вот отлично беру кисточку кисточка тоже влажная и что буду делать вот наношу беру мягкую ткань и вытираю сразу видно вам хотелось бы чтобы вы видели этот эффект красивый получается сейчас поближе постараюсь ну и таким образом всю поверхность нанесли и сразу вытерли видите она попадает туда в серединку до забивает вам середину и красивый и сверху эффект такой да красивый цвет получается и середина закрыта красиво те еще полусухой кистью видите не макая в краску еще прохожусь по поверхности по рамке именно покажу во все улыбления ну и останавливайтесь в этом процессе так тот момент когда вам все полностью нравится вас устраивает результат этот момент вы и останавливаетесь то же самое сейчас проделаю с донышком тарелочки я покрыла лаком все высохло но немножко до слил слилась рамка с общей поверхностью хочу немножечко поиграться выделить какие-то элементы что я для этого сделаю возьму лак обычный глянцевый лак который мы используем для лакировки и порошок металлик золотого цвета сейчас попробуем таким образом еще больше можно металлик вот уже выделилась красиво рамка он еще высохнет станет такой не такой плотный и таким же образом можно вот но выделить до дополнительно в общем здесь играться уже как по вкусу по вкусу по желанию хотите выделите больше более насыщенный сделать какие-то отдельные акцентные моменты на поверхность возьму смешаю еще чуть-чуть черная краска еще поиграю с эффектами все достаточно подошел завершению видео урок в результате получился такой великолепный нарядный необычный горшок для цветов или кашпо как угодно поработали структурными пастами с помощью текстильной сетки получилась интересная фактура да у нас поработали с акриловыми меломыми красками с объемными элементами сделали картинку подобрали все то есть в принципе ничего сложного ничего такого необычного да не применяли результат превосходит любые ожидания надеюсь вам было интересно вы что-то для себя необходимое подчеркнете обязательно но мне с вами интересно всегда дорогие уважаемые рукодельницы не забывайте что сегодня стартовал очередной розыгрыш на канале колыбель искусства результате которого победители выиграет шкатулку из фанеры и 3 акриловых краски зеленую серую и золотую для этого вам необходимо быть подписанными на канал колыбель искусства оставлять свои комментарии чем больше комментариев вы оставите под этим видео тем больше шансов у вас выиграть этот замечательный приз также оставляйте свои лайки это безусловно помогает развиваться мне и моему каналу и еще с большим удовольствием работать для вас на сегодня все я с вами буду прощаться до новых встреч всего вам доброго и давайте творить вместе субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»